МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В прямом эфире программа «Петербург. Город решений». Говорим о борьбе с распространением коронавирусной инфекции как бизнес отреагировал, активизировал работу по вакцинации сотрудников, какие меры поддержки ему оказывает город, стоит ли перенимать опыт Москвы по созданию фри-ковид-зоны и какие новые типы вакцин могут появиться в ближайшем будущем. Эти и другие вопросы обсудим с нашими гостями. Меня зовут Евгений Старов. Здравствуйте. Итак, сегодня в студии с нами эксперты. Первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана. Андрей Михайлович, здравствуйте. Добрый вечер. И заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Алексей Яковлев. Алексей Александрович, я вас приветствую. Добрый вечер. Также на прямой связи со студией координатора общероссийской общественной организации «Деловая Россия» по северо-западному федеральному округу Дмитрий Панов. Дмитрий Вячеславович, слышите ли вы нас? Добрый вечер, коллеги. Рад вас видеть. Ну что ж, связь у нас установлена. Уважаемые телезрители, ваши вопросы мы ждем в официальной группе телеканала «Санкт-Петербург ВКонтакте». Все координаты сейчас на ваших экранах. Ну а в начале программы актуальные цифры по вакцинации в Петербурге. 858 тысяч 869 человек привито хотя бы одним компонентом вакцины. 696 тысяч 191 человек полностью завершили курс вакцинации. И сегодня появилась информация, что губернатор Александр Беглов прошел ревакцинацию от COVID-19. Цитата. «В ситуации с появлением нового штамма медики рекомендуют вакцинироваться повторно. Отказываясь от прививки, человек подвергает опасности не только себя и своих близких, но и создает дополнительную нагрузку на систему здравоохранения, отнимая койки у плановых больных», заявил губернатор. Вот давайте в начале программы зададим, не знаю, вектор опасности, что ли. То есть насколько сейчас вот в городе, вот мы постоянно слышим, видим эти цифры, рост числа заражений, тяжелые случаи, новые штаммы. Вот действительно ли все так серьезно с ситуацией по распространению коронавируса, нового какого-то коронавируса в Станкт-Петербурге сегодня? Каковы вот данные на данный момент? Добрый вечер еще раз. На сегодняшний момент действительно ситуация остается достаточно напряженной в городе, у нас развернуто 11 327 коек, есть определенное количество свободного коечного фонда, при этом система работает с достаточно большой нагрузкой, я имею в виду медицинскую систему, потому что мы одновременно очень много людей выписываем и столько же примерно госпитализируем. Это происходит ежедневно, что ложится тяжким трудом в принципе на тот средний врачебный медицинский персонал, младший персонал, который занимается с этими пациентами. Благодаря тому, что к нам подключились в последнее время два федеральных учреждения, это Первый медицинский институт и Институт имени Алмазова, и в ближайшее время с 1 июля у нас войдет еще нефтизиопульмонологии и Северо-Западный государственный медицинский университет имени Мечникова, то есть это те люди, которые тоже, те учреждения, которые тоже будут помогать нам в борьбе с ковид. Действительно, несколько изменил свое лицо ковид, новая коронавирусная инфекция. Во-первых, по данным Роспотребнадзора изменился все-таки штамм, то есть у нас сейчас не уханьские преобладания, все-таки так называемая дельта коронавируса или индийского штамма. И сместилась картинка тех пациентов, которые к нам поступают. Это все-таки население от 20 до 39 лет, то есть это достаточно молодой возраст, при этом это те люди, которые не болеют достаточно серьезно сопутствующие заболевания, то есть у них нет какой-то коморбидной патологии, то, что мы раньше говорили, что у нас старшее поколение, которое с коморбидом, более тяжелое, а вот старшего населения у нас стало немножко, скажем так, если брать в пропорциональном состоянии соотношений поменьше. Мы связываем это в том числе с тем, что старшее поколение достаточно активно начало прививаться, как только появилась в городе вакцина, и об этом, ну, собственно, мы призывали всех, но все-таки старшая боли откликалась. Сейчас же наши усилия направлены в том числе, мы достигли хороших цифр по прививке старшего поколения, у нас цифры больше, чем по среднему по стране, а вот, скажем так, по боли, это 36%, то есть это достаточно большая цифра, а вот по молодым, соответственно, мы призываем максимально защитить себя, защитить своих близких, прийти привиться, потому что, да, понятно, жара, жарко, люди все равно общаются, люди находятся в офисах, в офисах у нас работают кондиционеры, которые обычно работают в режиме рециркуляции, то есть они внутри только распространяют, скажем так, обмен воздухом происходит, поэтому вероятность заразиться, она все равно присутствует, и, ну, в принципе, побороть пандемию нам удастся либо всем переболев, либо всем привиться. Ну, как говорит пандемия Багненко, все-таки болезнь это такая рулетка, и тут не всем может повезти. Да, мы слышали эту цитату. Есть смысл прививаться. А вот про молодежь, которая стала больше болеть, ее большее число теперь в процентном соотношении в числе заразившихся, и вот новый штамм тяжело переносится, вот именно молодыми здоровыми организмами, новый штамм коронавируса. То есть количество тяжелых случаев проблем. Количество тяжелых случаев, оно, скажем так, если выбрать, сравнивать даже декабрь, конец декабря и январь, начало января 2021 года, то по процентовке у нас тяжелых примерно 22% на сегодняшний момент. Напомню, что раньше эта цифра, вот, скажем так, во вторую волну в пике доходила до 27%. То есть до того пика мы еще не дошли. Мы не дошли, да, но при этом количество людей, находящихся на искусственной вентиляции легких, то есть сегодня на полностью инвазивной вентиляции, это сегодня 220 человек, достаточно большая цифра и около 400 человек находятся на неинвазивной искусственной вентиляции легких. То есть пол людей, которые нуждаются именно в искусственной вентиляции легких, инвазивной, неинвазивный, он достаточно высок. Это тоже свидетельствует все-таки о некотором, ну, скажем так, о некоторой тяжести, именно повреждения не общей тяжести состояния, а повреждения легких, когда пациент самостоятельно не может, к сожалению, дышать. Проложная тему молодежи, то есть молодые люди, по сути дела работающие, стали болеть чаще. Есть ли у нас в городе компании, организации, предприятия, которые вообще были вынуждены как-то либо полностью приостановить, либо сократить свою деятельность из-за того, что люди болеют? По сути дела, устроили такой карантин у себя. Ну, вы знаете, с первого момента же, когда вышла 121-я редакция, 121-го постановления, там было достаточно четко прописано, что решение о приостановлении деятельности предприятия – это решение руководства предприятия. И на самом деле нам, проходя через первую-вторую волну, удалось, как говорится, не остановить ни нашу промышленность, потому что предприятия, на промышленных предприятиях вообще не было зарегистрировано, сколько значимых каких-то заметных вспышек заболеваний, потому что все соблюдали стандарты безопасности. У нас нет информации о том, что есть какие-то предприятия, которые вынуждены были приостановить деятельность за весь период пандемии. Это мы говорим про предприятия, не бизнес-услуг и сфер, чтобы сейчас зритель понимал, потому что, может быть, у кого-то магазинчик закрылся рядом, он сейчас слышит, как так-так-так. Нет, мы говорим о промышленных предприятиях, и, собственно говоря, именно поэтому у нас и индекс промышленного производства в городе, он выше, чем по итогам 2020 года, он выше, чем в целом по России. Вот. И, конечно, он, безусловно, просел, там у нас, по-моему, 98 с небольшим процентов по отношению к 2019 году было, но, тем не менее, безусловно, самый большой провал был это середина лета. Вот. В основном он был связан с тем, что была приостановлена торговля автомобильной промышленности, заводы действительно останавливались, но они останавливались в силу того, что не хватало комплектующих, потому что часть комплектующих у нас все еще поставляется из Китая, из Европы. Это так мировой коронакризис сказался, в том числе и на 2015 годах. Совершенно верно. И только к концу года они немножко смогли восстановить свое производство, мы видели ажиотажный спрос на автомобили. Ну вот, что касается бизнеса более скромного, то есть любое предприятие – это все-таки бизнес, но не каждый бизнес – предприятие, да? Вот у Дмитрия Вячеславовича хочется спросить, а вот как в целом бизнес, на ваш взгляд, вот такое, какое общее настроение у него присутствует? Вот вот к тому же с появлением новых ограничений, новых режимов работы, новых проверок, которые проводятся сейчас. Я могу сказать, что в Петербурге Алексей как раз очень правильно говорил, что предприятия, многие промышленные предприятия продолжали работать в нормальном режиме. Единственный момент, это очень серьезно делать поправку на меры предосторожности и распространения, соответственно, инфекций в коллективах. Одновременно с этим, как вы знаете, и стройки, в отличие от других регионов, у нас работали по полной, и объемы очень важного для города жилья, соответственно, ни в коем случае не снизились. Вместе с этим, вот на сегодняшний момент могу сказать, что бизнес, он очень-очень осторожно смотрит в перспективу. И вместе с этим бизнес прекрасно понимает, что очень многое зависит именно от него. Я напомню, что на прошлой неделе мы очень благодарны, что Наталья Семеновна Башкетова, руководитель управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, собрала представителей торговых центров и представителей общепита. Это было прямо после того, как в Москве было объявлено о обязательной вакцинации в течение двух месяцев 60% сотрудников. И Наталья Семеновна собрала всех нас, мы сидели за круглым столом, и мы начали обсуждать те меры, которые позволят защитить максимально коллективы и не допустить дальнейшей волны ограничительных мер. Как вы знаете, сейчас традиционно мы делим на три волны, и сейчас мы находимся в третьей волне. Очень важно, что еще в период второй волны наш город посвятила Анна Юрьевна Попова. И в рамках совещания мы пришли к тому, и Петербург был пилотный регион, где начали как раз предприятия, бизнес-предприятия начали саморегулирование в отраслях. То есть, грубо говоря, сами представляли необходимые данные в Министерстве экономического развития, подтверждали, соответственно, количество используемых мер по нераспространению в этот раз коронавирусной инфекции. И вот именно сейчас очень важно, что эта риторика продолжилась. Во-первых, в период как раз второй волны, как вы знаете, и вот Алексей не даст соврать, практически все предприятия нашего города воспользовались по максимуму, практически на 100% были выбраны меры поддержки как региональные, так и федеральные, которые были представлены. Что это значит? Это значит, что очень серьезно экономически предприятия пострадают. И мы знаем статистику, и в нашем городе, к сожалению, мы вынуждены констатировать, что некоторые проценты, как раз комитет уточнит более точно, какой процент, они уже не существуют. Вместе с этим мы прекрасно понимаем, что меры поддержки, они были, часть из них были не возвратные при сохранении численности коллективов, а были те, которые непосредственно необходимо вернуть. И все предприятия нашего города исключительно рассчитывали на такие знаковые события, как Петербургский экономический форум, чемпионат Европы по футболу, айронмен, на то, чтобы восстановить как раз экономическую ситуацию, экономический провал прошлого года. А это получилось сделать, на ваш взгляд, восстановить эту ситуацию? Вы знаете, мы очень рассчитываем, что наша солидарная дисциплина позволит правительству города, во-первых, не допустить усиления, глобального усиления ограничительных мер, и все-таки предприятия смогут восстановить. Поймите правильно, разные экономические отрасли, у них разная доходность, и они, соответственно, в разный период восстанавливают свои экономические способности. Сейчас часть предприятий уже, конечно, успели восстановиться, но доминирующая часть, она все-таки еще не успела восстановиться. Спасибо. Давайте пока вот здесь сделаем паузу, дадим высказаться другим гостям. Вот, да, бизнес понимает, что ему тоже нужно участвовать в процессе борьбы с коронавирусом, бизнес понимает, что в зависимости от той или иной отрасли потребуется определенное время на восстановление. Бизнес делает шаги по вакцинации сотрудников, например. При этом идет такой комплекс по проверкам бизнеса, по соблюдению всех норм и правил. И вот есть цифра, что за последнюю неделю выявлены нарушения в 80 объектах в ходе проверок, а в дальнейшем владельцы бизнеса будут привлечены к административной ответственности. 80 – это много-мало для Санкт-Петербурга, если сравнивать с предыдущими волнами. То есть как вот у нас вот сейчас эта работа, какие результаты показывают? Вы знаете, сложно сказать, много это или мало для Санкт-Петербурга, да. На самом деле, с одной стороны, эта цифра может свидетельствовать о том, что проверочные мероприятия проходят эффективно, что они находят эти нарушения. С другой стороны, хочется, чтобы проверочные мероприятия проходили, но нарушения не было зафиксировано. Но хочется, чтобы на этих объектах были нормы, соблюдались те, которые необходимы. Безусловно, по результатам этих проверочных мероприятий, по мерам, которые принимаются к владельцам, там это принимают, рассматривают суд. Но очень важно, что сейчас бизнес уже понял, что это все серьезно. Это не какие-то шутки, вот эти вот ковид-диссидентства и прочее. Мне кажется, что и сейчас подход бизнеса, о котором Дмитрий говорил, было подписано соглашение у нас с бизнесом относительно вакцинации сотрудников и так далее. Мне кажется, они поняли за время пандемии, за 2020 год, что это не просто какие-то игры в запреты и ограничения. Это то, что реально может ударить по их кошельку. И поэтому лучше вести правильный бизнес с соблюдением всех мер ограничения, чем получать вот такие вот в дальнейшем ограничительные меры уже непосредственно на этом объекте, который тебе просто не даст работать, и ты потеряешь свою прибыль. Ну да, остановить свою деятельность никто не хочет. Это понятно. А вот что касается, вот вы сказали про вакцинацию сотрудников, какая работа ведется с точки зрения мониторинга? То есть вот насколько вот у нас прививаются работники в той или иной сфере? Есть вот уже статистика, приходящая по конкретному учреждению, предприятию, бизнес-точке? Да, безусловно, есть у нас такая статистика. Еще в январе этого года наш комитет вышел с инициативой организовать вакцинацию на промышленных предприятиях. Мы на сайте Центра развития и поддержки предпринимателей, напомню, тот сайт, где все получали QR-коды для продолжения деятельности своей с учетом соблюдения всех процедур, мы организовали сервис для промышленных предприятий по записи их сотрудников, по прикреплению их к поликлиникам районным. То есть у нас была карта, где были все предприятия распределены по районам, и, соответственно, к ближайшим поликлиникам предприятия приписывались. То есть руководство предприятия, надо сказать, достаточно живо откликнулось на эту инициативу, потому что они тоже заинтересованы в том, чтобы сотрудники меньше болели. У многих есть гособоронзаказ и так далее. Вот этот QR-код, он свидетельствует о том, что предприятие все хорошо с точки зрения безопасности, условно, там, средства защиты, санобработка и так далее. Вот наличие нужного числа привитых сотрудников, это обязательная, вот так сказать, строчка получения QR-код? Нет, в данный момент этого нет, потому что на самом деле это законодательно никаким образом не отрегулировано. Но я хочу сказать, что как раз промышленные предприятия у нас сейчас в периметре 367 предприятий крупных и средних, которые зарегистрированы в этой системе, общей численностью 279 тысяч 564 человека. Из них уже более 90 тысяч человек провакцинировано двумя дозами вакцины, и порядка 50 человек имеют, ну, либо переболели, либо имеют какие-то противопоказания для вакцинирования. Да, что в целом дает порядка 49% от общей численности сотрудников. Это хороший процент. Вот продолжим тему вакцин. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что 25 июня первой серии вакцины «Спутник Лайт» вышли в гражданский оборот и добавил, что до конца месяца планируется выпустить примерно 2,5 миллиона доз этого препарата. А центр «Вектор» подал заявку на регистрацию еще одной вакцины от коронавируса. «Эпивак Корона-Н». Тем временем в Петербурге разрабатывают защиту от COVID-19 в новых формах. Чтобы упростить процесс и не ходить в медкабинет, препарат можно будет употребить самостоятельно, например, за завтраком. Подробнее наш корреспондент Полина Грани. Если многие отказ от прививки объясняют боязнь уколов, то эту проблему готов решить Петербургский институт экспериментальной медицины. Они разработали вакцину от коронавируса в виде питьевого йогурта. Такую баночку, кажется, можно встретить на полке любого продуктового магазина. Да и по запаху она больше похожа на кефир. В баночке, кстати, не только защита от вируса, но еще и полезные вещества. Живая вакцина разработана на основе пробиотического штамма, который был выделен из кисломолочных продуктов. Это, во-первых, должно принести пользу не только иммунитету, но и желудочно-кишечному тракту. А во-вторых, препарат легок в употреблении. Правда, срок его хранения будет значительно меньше, чем у уже существующих вакцин. Еще один аспект я хотела подчеркнуть – это неинвазивность применения нашего препарата. То есть его применение как обычного питьевого кисломолочного продукта. Он будет продаваться в магазинах. И, кроме того, его и срок реализации небольшой, типичный для кисломолочных продуктов. Сейчас разработка петербургских ученых проходит клинические испытания. Но специалисты Петербургского института экспериментальной медицины пошли еще дальше. И разработали препарат от нового, мутантного, дельта-варианта коронавируса. Или, как его еще называют, индийского штамма. И также начали проведение доклинических испытаний. В основе лежит та же конструкция использования живого пробиотического штамма. Здесь была изменена генетическая конструкция, прежде всего, которая кодирует часть шиповидного белка. С учетом тех мутаций, которые характерны для этого индийского штамма. Правда, говорить об окончании работ пока рано. После доклинических испытаний начнется стадия клинических. Потом регистрация вакцинного препарата. И только после этого запуск в производство. Сколько времени займет весь этот процесс, зависит от многих факторов. Но специалисты уверяют, что делают все возможное, чтобы ускорить процесс. Полина Грань, Антон Овчаренко, Петербург, город решений. Для более успешной реализации проекта, полагаю, можно будет сделать питьевую вакцину с различными вкусами. Манго с мякотью, например. Я бы не отказался. Что касается существующих вакцин, применяемых, то в последнее время я все чаще слышу эту информацию, читаю ее в социальных сетях. И сегодня мы с коллегами экспериментировали через разные сервисы. Пытались оформить запись онлайн на вакцинацию. Первый компонент, второй компонент. И действительно подтверждается, что очередь-то уже выстроилась огромная. Что в день принятия решения, так скажем, ты не сделаешь тут же прививку. Возможно, даже и на следующий день не получится. Может быть, даже через неделю. То есть в чем проблема? У нас стало не хватать вакцин. Вопрос прозвучал. Да, у нас не хватает вакцин, потому что у нас такие очереди. У нас не хватает ресурсов, кабинетов. Нет. Ну вот ситуация последних нескольких дней, недели последней, она связана с проблемами, которые возникли при записи на Едином портале государственных услуг, на ЕГПУ. И это мне напоминает новогоднюю ночь, последние 10 минут 31 декабря и полчаса 1 января, когда все решили взять и позвонить друг другу и поздравить друг с другом. И возникают такие гудки в телефоны, когда понимаешь, что ты можешь дозвониться друзьям, родственникам, знакомым, для того, чтобы поздравить их с наступившим Новым годом. То есть максимальная нагрузка именно, скажем так, на цифровую часть системы, она дала последнюю неделю сбой. Этим сейчас занимаются и на федеральном уровне. Повторю, что можно записаться без проблем через портал Здоровье Петербуржца. Первая ситуация. Сейчас с такой же проблемой мы столкнулись на телефоне 122, потому что на него записываются не только на вакцинацию, но и записываются все те люди, которые пытаются вызвать скорую помощь, потому что петербуржцам очень удобно стало вызывать не 0,3, а именно через 122 вызвать себе домой врача, либо скорую помощь. И количество операторов, которые сейчас срочно добирают, собственно говоря, сейчас эту службу, потому что действительно мы видим, что пиковые нагрузки. Человек может какое-то время, 5-6 минут не дозвониться, хотя, если помните, мы во вторую волну достигли скорость ответа 40 секунд. То есть это достаточно большая скорость. Если говорить о проблемах с порталом ЕГПУ, то вот когда ты уже записываешься, во всей стране сделано, что в течение 15 секунд у тебя идет поиск до ближайшей поликлиники, где ты можешь записаться. Как показала практика, мы с этим специально обращались на федеральный уровень, что в Санкт-Петербурге на сегодняшний момент открыто 134 пункта, и еще мы сейчас 21 пункт откроем. То есть будет 155 пунктов, это беспрецедентно в Москве в районе 100, поэтому у нас пунктов много, и поэтому система просто-напросто за 15 секунд не успевает опросить. Поэтому для Петербурга был расширен этот лаг временной в 30 секунд, для того, чтобы можно было записаться. Если же говорить про количество вакцины, то на сегодняшний момент свободные вакцины порядка 160 тысяч у нас находятся. То есть с тем темпом вакцинации, а вчера у нас был рекорд, спасибо всем активным людям, которые пришли и привились. Мы вчера больше 19 тысяч человек привили. Это 14 тысяч первым компонентом, 5 тысяч вторым. И вот с таким темпом, то есть у нас по вакцинам существующие, это примерно порядка 10 дней, Минздрав постоянно оценивает количество оставшейся вакцины и постоянно, скажем так, и ночью, и днем могут привозить, привозить с самолетами. То есть система поставок налаживается? А запасы есть, исключительно не выдержит информационная система, с которой работаем. Понятно. Но вот при этом у бизнеса, Дмитрий Вячеславович, вы на связи? Конечно. У бизнеса есть какие-то опасения, на ваш взгляд, что вот можно не успеть уложиться в какие-то сроки по вакцинации своих специалистов и работников? И вообще, что делать с человеком, который работает в бизнесе? Он ценный сотрудник, но вот у него, не знаю, методвод, например, вот его невозможно включить в перечень вакцинирующихся. Какие вот у вас есть данные по этим вопросам? Как в период пандемии второй волны, когда наша организация предоставляла всем пострадавшим предприятиям города информацию, вот сейчас как раз каждый предприниматель, который заинтересован в успешном дальнейшем продолжении своей деятельности, он правильно заинтересован в том, чтобы коллектив, а как вы знаете, сейчас есть сложности, в том числе с привлечением иностранных кадров, чтобы коллектив работал стабильно. И вот в рамках того совещания, которое у нас прошло в Роспотребнадзоре, мы подписали меморандум, в рамках которого предприятия города, заинтересованные предприятия как раз в выработке так называемого коллективного иммунитета, обязуются в течение двух месяцев привить всех своих сотрудников. Что очень приятно, что сам руководитель Роспотребнадзора дает телефон сотрудников, которые адресно готовы отвечать в любой момент на запросы бизнеса в случае, если какие-то идут сбои с точки зрения вакцинирования или каких-то необходимых разъяснений. Еще один важный момент, который, мне кажется, мы пропустили, это то, что мы договорились с Роспотребнадзором, что будут записаны специальные видеоответы на наиболее задаваемые вопросы. Потому что, к сожалению, на сегодняшний день просто идет колоссальная информационная война. Делаются вбросы каких-то негативных сценариев по поводу как раз вакцинации. Во-первых, есть самые задаваемые вопросы, такие как, допустим, ты переболел, нужно ли вакцинироваться, какую вакцину выбрать. Вот сейчас на все эти вопросы будут специальные видеоответы Роспотребнадзора, когда в красной форме специалисты будут отвечать непосредственно адресно на самые важные вопросы. А сейчас-то когда? Когда будут эти ответы? Потому что вопросы уже сегодня, вчера появились. Рассказываю. Мы записали вчера эти все ответы в Роспотребнадзоре. Наша организация, силами нашей организации было организовано это. Мы сейчас это сводим, потому что должны быть пояснения, в том числе и только на словах. Но должен идти текст и ссылка, соответственно, на те документы, про которые декларируют как раз сотрудники. И уже завтра мы постараемся наводнить все информационное поле нашего города как раз той разъяснительной, качественной информации, которая сотрет все вот эти вот негативные факторы. Спасибо. Мы будем ждать от вас ссылку. Скоро продолжим. Вот про минувший 2020-й, который для бизнеса оказался вот таким вот действительно коронавирусным с точки зрения потерь в цифрах. Вот об итогах выполнения госпрограммы развития предпринимательства и потребительского рынка в Санкт-Петербурге шла речь на рабочем совещании с членами городского правительства. В ходе него губернатор Александр Беглов подчеркнул стратегическую важность бизнес-сферы жизнедеятельности города. Малый бизнес обеспечивает 33% поступления в городской бюджет. В этой сфере трудится порядка 1 млн 350 тысяч петербуржцев, или 45% всех работающих. Торговля обеспечивает рабочим местами 600 тысяч человек. Ее доля в налоговых отчислениях более чем 20%. В прошлом году всем им пришлось нелегко, да и нам было не просто так. Мы приняли серьезные меры поддержки наших предприятий и экономики в целом. Они разработаны совместно с федеральным центром и предпринимательским сообществом. Фонд содействия кредитовая немало-среднего бизнеса направлен на 3 млрд 700 млн рублей. Это значительная часть финансирования госпрограммы в 2020 году. Но тем не менее, несмотря на эти огромные цифры, агентство стратегических инициатив понизило Петербург в рейтинге инвестиционного климата регионов на 4 позиции. Наш город занял 8 строчку. Это по результатам минувшего экономического форума. Это все у нас из-за ковида стал ковид причиной вот такого рейтингового падения инвестиционной привлекательности. И какие пути выхода и снова подъема в этом рейтинге до 4-й, то и выше позиции нам нужно сделать сейчас в Петербурге. На самом деле, ковид-то был по всей стране, поскольку это рейтинг внутристрановой. Я могу сказать, что правительство уже делает определенные шаги для того, чтобы, во-первых, внимательно проанализировать причины этого падения. Во-вторых, предоставить бизнесу меры поддержки, которые позволят, во-первых, ему более себя, как сказать, уютно чувствовать в Санкт-Петербурге. Вот посмотрите, несмотря на тяжелый бюджетный год 2020, Александр Медведевич уже в цитате там было сказано о поддержке малого бизнеса, но и на промышленные предприятия, на промышленный бизнес тоже было потрачено достаточно большое количество средств. В частности, наш фонд развития промышленности, он был докапитализирован на целый миллиард рублей. Это те проекты, которые как раз призваны, это льготные займы для промышленных предприятий, на модернизацию оборудования. Это как раз инвестиции в основной капитал, это как раз один из тех показателей, который влияет на инвестиционный рейтинг Санкт-Петербурга. И фонд достаточно успешно работает, он у нас включен в программу «Бережливый регион» тоже. Займы, предприятия могли получать гораздо быстрее и оформлять их. То есть тоже в электронную сферу уходит больше? В электронную сферу мы сейчас переводим наши традиционные субсидии, которые предоставляются промышленным предприятиям. Это целый ряд экспортных субсидий, связанных с компенсацией затрат на транспортировку продукции, на экспорт, сертификации, участие в выставках. Но сейчас, понятно, с выставками, конечно, все непросто происходит. Плюс ряд субсидий, которые компенсируют затраты предприятий по программам энергосбережения, по лизингу оборудования, с новой инвестицией в основной капитал, по обучению кадров. Вот мы планируем к концу лета начать прием от заявок на эти субсидии уже в электронном виде. Так, хорошая новость. На фоне разговоров про пострадавший бизнес, конечно, весьма интересно будет выглядеть следующий видеоматериал, который мы подготовили, про производство, которое увеличило обороты и расширило штат. Сегодня этот сценарий характерен для фармкластера и медицинской сферы. О том, какие тест-системы производят в Петербурге и какие собираются производить в материале Елены Аспаевой. Полный цикл производства тест-систем, в том числе и сырья, для диагностики методами ПЦР и ИФА. Первое – это полимеразно-цепная реакция. Второе – иммуноферментный анализ для определения антител. Это лаборатория синтеза олигонуклеотидов, коротких фрагментов ДНК. То самое сырье для изготовления ПЦР-смесей. Синтез этого материала занимает 6-8 часов. Далее – несколько дней и стадий очистки. Затем отделение материала от очищающих примесей и сырье готово. Вот за этой дверью у нас находится вход в производство ПЦР-набора. Как видите, оно на магнитном ключе. Комната сделана по всем правилам уже европейским. Первая зона аналитическая, в ней происходит приготовление. В данный момент идет розлив в дальней части помещения, где сотрудники разливают реакционные смеси в аквабирском. Себе и на экспорт эта группа компаний выпускает не только средства ковид-диагностики. В целом здесь производят свыше 100 видов тест-систем и порядка тысячи наименований реагентов для лабораторий и научных центров. Но в пандемию фокус сместился именно на них. Мы сумели в очень короткий срок разработать полную линейку диагностики как заболевания, так и определение антител. Это достаточно амбициозная задача. Мы сделали, и, конечно, это было здорово. Штат нужно было увеличить для сборки наборов, для производства, для процедур контроля качества. В лабораториях у нас достаточно персонала. За полгода в 2020 предприятие выпустило порядка 54 тысяч наборов для ПЦР и ИФА-тестирования. А каждый из них рассчитан на анализ 100 образцов. То есть более 5 миллионов человек диагностированы этими системами. Они распознают в том числе и все новые штаммы коронавируса. Провели тестирование реальных образцов, которые мы взяли от настоящих пациентов с подтвержденным мутацией. И проверили наш московский, наш северо-западный, обязательно британский, ныне бушующий индийский, бразильский, нигерийский и южноафриканский. И все эти штаммы мы видим по всем трём мишеням. Упомянутые мишени – это, если грубо, части коронавируса, фрагменты генома, которые не мутируют. А если и меняются, то это уже не ковид, а совсем другой вирус. Что касается выявления антител, то качественный анализ можно провести также с помощью тестов, произведенных здесь. А над количественной диагностикой сейчас корпят разработчики. Осенью эту систему можно ожидать на отечественном и зарубежном рынках. Елена Аспаева, Сергей Гоц, Петербург, город решений. Ну вот очередные достижения. Позитивные примеры с фарм-кластера Петербурга мы увидели. А вот по поводу негативных моментов всё-таки хочется… Знаете, рейтинг такой составит. Дмитрий Вячеславович, вот давайте коротко, до рекламы успеем обозначить тезис на основные моменты. Какие основные проблемы у бизнеса возникли вот за период этих трёх волн, третий, который мы сейчас переживаем. Вот раз, два, три, условно, вот с чем у нас в первую очередь борется бизнес? Нет, ну самое главное – это снижение спроса, безусловно. Потому что, как вы знаете, допустим, в туризме вообще не было туристического потока, поэтому бизнес очень серьёзно пострадал. Вместе с этим, конечно, отсутствие следствия, как раз отсутствие спроса – это нехватка денежных средств для, опять же, выплаты зарплаты для своих коллективов, ну и, безусловно, тех денежных средств, которые поддерживают просто хозяйственную деятельность всех предприятий. Ну и, наверное, очень важно отметить ещё один момент. Как раз мы говорили про инвестиционный климат. Сейчас, как раз на период восстановления экономики города, безусловно, должен быть создан серьёзнейший инвестиционный ландшафт. То есть по привлечению как инвестиций из других регионов нашей страны, то и, конечно, из зарубежных. Как вы знаете, сейчас в Министерстве экономического развития разрабатывается специальный инвестиционный шаблон, стандарт так называемый. И, конечно, сейчас нужно всем максимально включиться, дабы, во-первых, воспользовать те потери в местах в инвестиционном рейтинге, но и, безусловно, организовать системный и качественный приток инвестиций непосредственно в Санкт-Петербург. Так, бизнесу нужны инвестиционные вливания, особенно, действительно, в этот непростой период, это понятно. А вот те меры поддержки, которые оказывает город, вот, может быть, тоже выстроите какой-то перечень самых нужных и важных, и, на ваш взгляд, насколько они эффективны? Вы знаете, действительно скажу, Алексей как раз говорил про фонд, так вот фонд как раз стал очень прекрасной мерой поддержки, потому что можно было получить до 5 миллионов рублей, соответственно, даже по отдельным аспектам без твердого залога, соответственно, на поддержание занятости, на выплату аренды. И мы сейчас направили в Центробанк и в Министерство экономического развития предложение по расширению объема возможных как раз займов в этом государственном фонде микрофинансирования с 5 до 15 миллионов рублей, которые могут занять как раз малые и микропредприятия, и срок возврата их, безусловно, нужно расширить с 2 лет до 5. Это станет очень серьезным и качественным подспорьем для предприятий города. Особенно вы сейчас наблюдаете, что даже уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов, он уже выступил с целым пакетом, соответственно, мер, чтобы все вот эти вот отчисления, которые бизнес уплачивает, опять же, на этапе предшествующей, не дай бог, какому-то локдауну, потому что сейчас весь бизнес говорит, лишь бы не было локдауна, потому что это будет существенный удар по дальнейшему восстановлению. И, безусловно, нужно, и такая работа уже ведется комитетом, за что мы отдельно благодарны, это выработка, может быть, превентивная выработка каких-то мер поддержки, которые позволят в случае, если все-таки наступят какие-то негативные события, поддержать коллективы до момента, соответственно, снижения вот этого распространения заболеваний и, соответственно, завершения вот этих вот ограничительных мер. Сейчас, конечно, очень серьезно страдает общепит, особенно фудкорты, мы об этом знаем. Вот про общепит продолжим. В Москве уже вот многие перенимают опыт столицы, появляются вот эти вот фри-ковид-организации, которые всех привили, к ним можно зайти, допустим, да, это кафе или ресторан, и все чаще возникают вопросы, в том числе и у бизнеса, насколько это может быть эффективной мерой по борьбе с коронавирусом и по снижению вот этих вот ограничений. Алексей Александрович. Ну, если можно, я бы хотел еще продолжить то, что Дмитрий говорил, да, там о результатах деятельности фонда, несколько цифр. В 2020 году, благодаря вот этим займам и льготным фонда, удалось сохранить 12,5 тысяч рабочих мест. В Петербурге 12,5 тысяч рабочих мест. И уже по итогам, по текущей ситуации на 2021 год, это еще дополнительно 4 тысячи рабочих мест. Это не считая той обычной деятельности, которую фонд проводит. Благодаря ей по прошлому году удалось, благодаря вот этим залогам и гарантийным обязательствам удалось привлечь в бизнес еще 12 миллиардов рублей. Вот, теперь если говорить о вот этих ковидных, ковид-фризорах. Сохраненные места, они должны работать. И безусловно, да дайте нам новый вид QR-кода, говорят. Безусловно. Но, смотрите, мы сейчас находимся, как это, знаете, такое, вука-среда, среда с большой неопределенностью. И вот эти все попытки, это, безусловно, что-то новое. И вот этот опыт, прежде всего, необходимо оценить, какой эффект он даст. На самом деле, правительство Санкт-Петербурга в тесном контакте с бизнесом, и Дмитрий, надеюсь, уже неоднократно это сегодня подтверждал, мы очень аккуратно вводим какие-то ограничительные меры, потому что, когда ты вводишь какие-то ограничительные меры, ты должен понимать, что у тебя есть средства на то, чтобы за эти меры заплатить. Понимаете, любое ограничение – это потеря денег бизнеса. Поэтому здесь очень внимательно нужно смотреть, как это еще отразится на бизнесе, насколько это реально повлияет на эпидемиологическую ситуацию. То есть здесь нужен очень тонкий баланс для того, чтобы, во-первых, не навредить, во-вторых, все-таки использовать какие-то ограничительные меры. Хорошо, здесь у нас все впервой. Как говорится, не проверишь, не узнаешь. Дмитрий Вячеславович, я так понял, ну, во всяком случае, я обладаю такой информацией, что вот в Москве вот эти вот жесткие меры фри-ковид-зоны, они вроде как в первые дни-то и не сработали. Бизнес, наоборот, лишился клиентов. Так ли это? Ну, вы знаете, я так же, как и вы, черпаю информацию от своих коллег в Москве. И что они говорят? В больших ресторанах, которые с закрытым контуром, сидят 2-3 человека. В то же время, соответственно, ресторанные комплексы открыты. Соответственно, они платят все необходимые коммунальные услуги, да, за все потребления. Они делают заготовки. И убытки от нереализации, соответственно, товара выше, чем от простой, если бы они были закрыты. Вот на сегодняшний день такая декларация. Все очень серьезно уповают на то, что в ближайшее время это разувенчается. Пока еще на открытых территориях могут присутствовать люди, а вот как раз закрытых уже нет. Поэтому мы с очень большой настороженностью смотрим, как это реализовывается вместе с этим. Но вы знаете, что мы не только культурная столица, мы всегда стараемся быть интеллектуальной столицей. И идет постоянная проработка предприятиями общепита и торговыми центрами новых и новых возможных вариантов работы, которые направляются на аккредитацию, на рассмотрение в Роспотребнадзор. И мы ищем какие-то другие варианты, которые могут быть не только вот этим QR-кодом едины. Ищутся другие варианты. Потому что работа на доставку, она, как сейчас говорят предприятия общепита, она не очень оправдывает, соответственно, даже те затраты, которые делаются. Очень серьезный сейчас вопрос. Очень просят предприятия общепита, чтобы была настроена работа на вымоз. И вместе с этим вот эти вот фудкорты предлагают рассмотреть вариант оформления в виде ресторана. Но это все еще только предложение. И надо понимать одно. Самое главное – это жизни людей. Потому что люди важнее всего. Спасибо. Вот про людей. Извините, я продолжу про людей. Вот я обычный человек. Я недавно сдал тест на наличие антител. Их у меня оказалось много. Но я вижу все эти истории про рековид-зоны, что мне сейчас не рекомендовано, как я понимаю, делать прививку. Потому что у меня много антител выявилось. Как должно определяться, равны ли те, у кого есть антитела, к тем, кто сделал прививку? На самом деле, министром здравоохранения Российской Федерации Михаилом Владимировичем Мурашко сегодня было вновь анонсирование, что буквально готовые, я так понимаю, с дня на день, с минуты на минуту будут выпущены новые методические рекомендации. Точнее, даже не новые, они вновь будут выпущены. О ревакцинации и вообще о подходах к уровню антител. Потому что все, что сейчас обсуждается, это там, например, три превышения от верхней границы нормы у него тела должно быть, чтобы не прививаться. Или там сколько-то месяцев. Я почему-то спрашиваю, потому что это и для работодателя вопрос, для которого нужно понять, какое количество людей у него, так скажем, безопасные. И для клиента, который может или не может попасть в эту фриквид-зону. Абсолютно верно. Должно быть прописано четко правило, которое, ну вот сейчас мы говорим о том, что в эпидемическую ситуацию от последней прививки, скажем так, от коронавирусной инфекции, либо от заболевания на шесть месяцев, вне зависимости от уровня антител, это уже так озвучено. А когда не будет ковид-ситуации, скажем так, эпидемически плохой, тогда это будет раз в год. Но принципиально, я предлагаю все-таки дождаться этого документа, чтобы посмотреть. Он должен появиться буквально. Он буквально, ну не знаю, может быть, будет уже даже завтра. Может быть, уже даже завтра. Дождемся просто. Хорошо. Ну а теперь, я думаю, обязательно стоит поговорить о тех, кому приходится труднее всего, я имею в виду специалистов, работающих в красных зонах. У нас будет необычная история сегодня, когда коронавирус проверил на прочность не только здоровье, но и чувства. Медбрат Александр и врач Дарья работают в Ленэкспо. Они познакомились еще до эпидемии и в первую волну оказались в разных отделениях, а вот во второй трудились уже вместе и в итоге решили пожениться. С будущей семьей встретилась наш корреспондент Полина Граня. Она на прямой связи со студией. Полина, а вот как вообще в таких условиях, такой работы можно еще успевать и к свадьбе готовиться? Женя, ну в самом начале хочу сказать, что, к сожалению, по опыту прошлого года и среди моих знакомых отметила такую тенденцию, что многие не смогли совместно пережить период самоизоляции, период пандемии. Очень многие пары расстались, но, к счастью, есть и такие, кого эта пандемия только сплотила. Такой парой стали Дарья и Александр. Сейчас у нас есть возможность с ними поговорить. Дарья и Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, дату свадьбы вы уже назначили? Конечно, 23 июля. Во-первых, поздравляю вас с этим. Спасибо. Скажите, как это вообще возможно, что в такой стрессовый и тяжелый период вы нашли друг друга, поддерживаете друг друга и вы вместе? Ну, наши отношения начались до коронавируса, а ковид, он как бы проверил наши отношения на прочность, и мы друг для друга поняли, что дороги друг для друга. Опять же, общее дело, тем более такое сложное, такое значимое, оно только сплочает. А дома вы обсуждаете сложности, с которыми сталкиваетесь на работе? Конечно, обсуждаем, мы по дороге домой обсуждаем, приезжаем домой, обсуждаем, потом себя ловим на том, что мы продолжаем работать, находясь дома, договариваемся, что мы на сегодня закончим, тогда прекращаем. Ну, это плохо получается. Слушайте, я вспоминаю подготовку к своей свадьбе, мне казалось, я не успеваю вообще ничего и жила в вечном стрессе. А у вас работа, это же максимальный стресс. Вот вам, как невесте, как вы с этим справляетесь? Вы успели? Платье вообще выбрали? Как я с этим справляюсь? Я не справляюсь. Но да, надо сказать, что платье я выбрала, мы почти определились с обручальными кольцами, то есть по чуть-чуть, по чуть-чуть мы к этому всему движемся. На буднях мы свадьбой не занимаемся, потому что нету сил. Вот сейчас мы вышли со смены просто и мокрые физически, и вымотаны психологически, потому что действительно много больных, и работа очень тяжелая. Мы поставлены в такие условия, что нужно работать одной командой, и как раз у нас эта команда имеется. И мы можем, ну, я могу быть спокойна за то, что в моем отделении будет порядок, да, просто благодаря тому, что у меня есть Александр, который координирует работу всего отделения. Ребята, я на вас смотрю, я вижу, что вы ужасно уставшие, но при этом я вижу ваши сияющие от любви глаза, и желаю вам, чтобы они такими оставались всю жизнь, и чтобы ваш день прошел вот прям все, как вы задумали. Спасибо вам огромное. Жень, я передаю на этой ноте слово студия. Да, вот такие счастливые, но уставшие молодожены. Надеюсь, действительно, у них скоро и работы станет поменьше, и смогут они найти вот это время для подготовки к свадьбе. А вообще, по поводу специалистов, хватает ли их сейчас в городе? Потому что мы помним, они тоже болеют, они тоже живые люди. Или у нас сейчас уже, в принципе, такая костяк основной есть, кто привился или уже переболел и обладает нужным количеством антител и находится в строю, и все у нас с персоналом нормально? Ну, работают действительно тяжело. Персонала, я не могу сказать, что хватает на 100%, поэтому действительно очень много переболела, и имеют иммунитет. Часть привилась персонала, который продолжает трудиться в красных зонах и в обычных стационарах. И, конечно, спасибо огромное большое и поликлиническому звену, всем тем, кто выходит на участки, работает, скорой помощи, которая доставляет. Спасибо тем, кто работает в красных зонах и не в красных зонах, в стационарах, и среднему, и младшему персоналу, и врачебному. Спасибо огромное ректорам, которые сейчас выделили студенты шестого курса, к нам пришли на помощь, пришли стажеры-ординаторы, которые тоже помогают работать и в поликлиническом звене, и в стационарном. Студенты колледжей медицинских, которые тоже участвуют, волонтеры, которые тоже привлекаются и помогают работать везде. Поэтому для того, чтобы понять, насколько тяжело, нужно, наверное, сделать такой маленький тренажер, сделать комнату, которая будет там 25 градусов, ну так, чтобы было не сильно жарко, одевать человека в костюм, и пусть там человек побудет, ну, у нас смена 6 часов, хотя бы там 20-30 минут. Я думаю, что этого будет достаточно для того, чтобы ощутить, когда у тебя в бахилах начинает собираться пощикалку вода с тебя, ты понимаешь, что нужно еще работать, понимать, что ты делаешь, поэтому, конечно, для того, чтобы это понять, нужно просто ощутить. Это героический труд. А вот что касается бизнеса и его поддержки медработников, ведь мы помним эти истории, да, и в прошлом году, и в этом, то есть как доставляют еду, забирают в химчистку одежду у врачей. Вот сейчас уже вновь появляются такие истории, снова бизнес понимает, что ему нужно ее поддерживать, у вас ведь врачей зависит все. Да, вы знаете, на самом деле поразительно у нас, как живо откликнулись бизнесмены, начиная с пандемии, как просто звонили и спрашивали, чем помочь, какие СИЗы, какие там лекарства, машины и так далее. Вот. Ну, сейчас уже тоже, понимая, что идет рост заболеваемости, есть обращения, там, воду привозят, еще какие-то вещи, там, питание помогают организовать. То есть, и это совершенно разный бизнес, из разных абсолютно сфер, это просто вот как бизнесмены, которые какую-то свою продукцию дают, так и те, которые просто ее покупают, вот, и отдают в лечебное учреждение. Ну, здорово, когда вот есть и своих проблем море в связи с вот этой ситуацией, человек все равно, бизнесмен, задумается, о чем я могу помочь другим. Это здорово. Вот так к финалу эфира мы пришли к позитивным историям, и, ну, всегда должно быть место позитиву, как мне кажется, и к участию в эфире присоединяется наш интернет-обозреватель Александра Иванова. Саша, вот какие последние веяния в глобальной сети? Женя, если я скажу, что тема вакцинации разделила общество на два условных лагеря, думаю, никто не будет этому удивленный. Но, несмотря на то, что существуют как сторонники, так и противники этой процедуры, есть фактор, способный всех нас объединить. Это, конечно же, юмор. Как показывает практика, как показала практика, коронавирус за последний год стал таким символом. И неудивительно, что на этом фоне в обществе стали активно развиваться народные творчества и создаются различные веселые картинки или записи. Так, например, можно в Твиттере увидеть следующие комментарии. По правилам хорошего тона теперь надо говорить не «привет», а «привит». Дождь прошел только над наиболее вакцинированными районами Петербурга. Вакцинация искренне одиночествует, все будут ходить со спутником и так далее. Кроме оригинальных цитат можно найти также забавные картинки или, говоря языком интернета, мемы. Кто-то нарисовал комикс, в котором у молодого человека после вакцинации успешно обновилась вирусная база. А кто-то задается очевидным вопросом, если мужчина пригласил даму в ресторан, кто ей оплачивает ПЦР-тест? В целом, публикации найдутся на любой вкус и любого содержания, но главное, что все они вызывают улыбку и в какой-то степени делают нас ближе друг к другу в это непростое время. Ну а завершить свое включение сегодня, я бы хотела тем, что расскажу и покажу милое видео о борьбе с коронавирусом. Одного из китайских аниматоров ролик был опубликован на местном медиасервисе аналоги Ютуба. Затем его растиражировали по другим социальным сетям и в результате мультфильм мгновенно стал популярным. Сюжет наглядно и просто объясняет принцип вакцинации от COVID-19. Кот делает прививку, вакцина поступает в его организм и показывает антителам, как выглядит вирус путем драматичного самопожертвования. Когда же приходит настоящий возбудитель COVID-19, который коту передает болеющая панда, антитела уже знают вирус и самостоятельно нападают. К слову, кот в данном случае выбран неспроста, ведь в Китае для вакцинации существует термин «Ююмияу», что звучит почти как кошачье мяуканье. Сейчас у ролика более 5 миллионов просмотров, 62 тысячи лайков и 10 тысяч репостов. Вот такой получился у меня сегодня интернет-обзор. На этом передаю слово студии. Да, тоже видел этот мультик. Действительно, все предельно понятным языком анимации там объяснено. Но вот я думаю, что вот человеческим языком очень скоро будет объяснено, считается ли наличие антител нужного количества, ну, своего рода альтернативой прививки. Потому что, давайте еще раз повторимся, как я уже услышал, что если есть нужное количество антител, прививку делать даже не рекомендуют. Если оно очень большое, то пока можно подождать. Пока можно подождать. В любом случае необходима консультация специалистов. И во всех пунктах вакцинации принимает и врач, и, я так понимаю, и производственники, которые идут в соседние учреждения, где вот через портал, через интернет-кабинет все договорено, и они тоже сначала проходят обязательное обследование. Обязательно. У нас и выездные бригады тоже ездят по этому. И вот сейчас, вот со дня на день, может быть, даже сейчас у нас, так сказать, появятся вот эти вот разъяснения о том, как кого считать. По поводу наличия антител, необходимости прививки. Ну, вот в финале хотелось бы сказать, как бы мы ни относились к коронавирусу и вакцинации, придумывали страшилки, мультики рисовали, анекдоты рассказывали. Реально повлиять на ситуацию можно только с серьезным подходом к вопросу и опорой на научные данные и факты. Специалисты нам говорят, самый быстрый путь к победе над вирусом – выработка коллективного иммунитета. Цель есть. Есть и все средства. А 50 минут, проведенные на программу «Петербург, город решений», пролетели. Все это время с нами были первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана, Андрей Михайлович. Спасибо. Спасибо большое. Заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Алексей Яковлев. Алексей Александрович, я вас благодарю. А также на прямой связи со студией был координатор общероссийской общественной организации «Деловая Россия» по Северо-Западному федеральному округу Дмитрий Панов. Дмитрий Вячеславович, вот так вот быстро проходят наши эфиры. Еще услышимся, увидимся обязательно в прямом эфире на телеканале «Санкт-Петербург». Меня зовут Евгений Старов. Оставайтесь в курсе событий и будьте в курсе новостей.